Девушки отдыхают Девушки отдыхают Детей занимаются дополнительным образованием бесплатно. Такие услуги в краево-столице от департамента образования предоставляют в 14 учреждениях. Возможности практически безграничные, потому что у нас в городе практически в каждом районе есть учреждения дополнительного образования, где реализуются интереснейшие программы по шести направленностям – и художественные, и туристско-краеведческие, естественно, научные, и технические, и физкультурно-спортивные, и социально-гуманитарные. И каждый ребенок может найти себе дело по душе. Только в детско-юношеском центре «Рифей» по 70 программам занимается более 3300 детей от 5 до 18 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются до 21 года. Вообще, больше, конечно, нацелены на развитие координации, в пространстве мы очень много работаем, изучаем разные направления, как и народный танец, как и детский танец, и современный танец. В общем, направления разные. В первом классе вот детский танец, потом народный, уже современный, более постарше дети. В центре есть несколько музыкальных направлений, в том числе и вокал. Посещение занятий может стать для ребенка шагом в большое будущее. У нас есть такие ребята, которые сейчас продолжают свое обучение именно профессионально. Есть у меня ученик, который занимается сейчас в Санкт-Петербургской консерватории на факультете оперного пения. Девочка одна у нас уехала в Баку, обучается в Академии музыки в Азербайджане, тоже как оперная певица. То есть те дети, которые проявляют особые такие вокальные способности, вот они поступают, выбирают себе профессию вокалиста. И это тоже очень радостно. Одно из самых популярных направлений – развивающие игры. Мы чертим графические диктанты, мы собираем мозаики, мы моделируем из шариков, мы конструируем из деревянных конструкторов, из конструктора лего. С третьего класса мы переходим к лего-робототехнике и оживляем наши фигурки, наших роботов. Решаем логические задачи, головоломки, где действительно надо подумать, поломать голову и получаем истинное удовольствие, когда находим правильное решение. Все начинается с детства, все начинается с игры. И даже инженер начинается с детства. А открытия делают только подготовленные умы. Не обходится в дополнительном образовании без современных направлений. Во-первых, конечно, мы все стремимся развивать техническую направленность, естественно, научную направленность, для того, чтобы формировать определенный склад ума и мыследеятельности. Во-вторых, конечно, это развитие самых разнообразных компетенций. Soft skills, hard skills, да, и, конечно, это очень важно. Но не менее важно уметь просто занять свободное время ребенка очень полезным для него делом. Что касается бесплатных спортивных занятий, то их предоставляют в 24 спортивных школах от Комитета по физической культуре и спорту. Только в специализированной школе Олимпийского резерва летающий лыжник занимается 1380 детей. В школе 5 отделений. Прыжки на лыжах с трамплина, лыжные двоеборья, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Значит, занятия осуществляются на воздухе. У нас открыт прекрасный комплекс. Город нам построил. Там проходят специальные занятия. Ребята занимаются КМС. Они занимаются до 21 года. Мастер спорта может заниматься до того момента, пока он выступает. Все зависит от того, как он участвует в международных соревнованиях. Ежегодная администрация города открывает новые кружки и секции во всех районах Перми, чтобы дети могли найти занятия по душе.